Приветствую вас, давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Значит, звучит он так. Есть ли выход из депрессии, кроме как принимать таблетки или идти на длительную психотерапию? Я убеждена, что своего специалиста с первого раза не найти, и мне нет столько денег, чтобы оплачивать больше 2к за сеанс, и обнаруживать, что он мне не подходит. И даже если я всё-таки его найду, ходить по мучающим 1-2 раза в месяц у меня нет возможности. Я устал от своей жизни, у меня больше нет сил справляться самой. Я не вижу никакого смысла просыпаться по утрам и что-то делать каждый день, думая о том, чтобы перестать бороться и покончить со всем этим. Мне плевать на себя и другим тоже. У каждого человека есть поддержка в лице кого-то, у меня только иллюзия. Спасибо, если только проигнорируют или корню пресекут то, что я им сказала. Рассказы о принципиях и своих огромных проблемах. Они должны мне говорить, что сама виновата, а другим гораздо хуже. Я занимаюсь своим делом, занимаюсь ерундой, забей, не обращая внимания. После этого ощущаешь, как речь на один научится, что ты никому не нужна и легко заменяема. Открываться больше никому не хочется, чтобы не слышать все это снова. Смотрите. Значит, во-первых, вначале вам нужно пройти обследование. на предмет того, если у вас изменение химии. Дело в том, что если ваша депрессия имеет под собой химическое основание, то есть нарушение химии в организме, то никакая длительная психотерапия вам не поможет. То есть как бы химию не изменить. То есть нужно будет как-то химию сначала изменить. Вот. Если у вас психогенная депрессия, депрессивное состояние, то вам как бы начнёт понять её уровень тяжести. Вот. Это тоже лучше сделать на разовом приёме у клинического психолога, либо психиатра. Вот. Это разовый приём. Вот. И дальше уже получить какие-то рекомендации и решать, что делать. Вот. В принципе, есть тесты в интернете, но я бы им слишком сильно бы не доверял. Второй момент. Откуда у вас есть такая убеждённость, что вы своего психотерапевта не найдёте? То есть такое ощущение, да, что вы уже как-то готовы отвергать. Да? То есть одно дело, если вы как-то чувствуете, что психотерапевт не ваш, и проживаете этот опыт, понимая, что вы хотите менять, чтобы меняться. В данном случае, что вы говорите о том, что вам жалко меняться, жалко денег на то, чтобы меняться, жалко бы денег пробовать. Вот. При этом вы ничего не хотите. То есть тут как бы противоречие. А во-вторых, как бы, почему-то вы считаете, что это того не стоит. Ну и, по-вторых, самое главное, это то, что у вас тоже есть изначально установки, что вам психотерапевт не подойдёт. Почему? А? Откуда это? позиция. Это больше про сопротивление. Понимаете? Потому что понять, что психотерапевт не ваш, можно, ну, там, на 15-й беседе, например, да? То есть вот, ну, к примеру, грубо говоря. То есть как бы сразу это понять, ну, наверное, довольно сложно. Потому что дискомфорт, который вы испытываете, может быть результатом сопротивления. Вот. То есть это как бы тут, это как бы тоже проговаривается со специалистом. Вот. Дальше. А, вот вы пишете, да, насчет, что вы легко заменяемы, и что вы никому не нужны. А мне кажется, что люди зеркалят вам то, как вы к себе относитесь. В данном случае. К сожалению. Ну, вы себя обесцениваете, и люди обесценивают вас так же, как вы себя обесцениваете. К сожалению. Поэтому, в данном случае, как бы, начиная говорить людям о своих проблемах, скорее всего, вы уже знаете о том, что вас или пресекут, да? Или, как бы, ну, начинают говорить, что вы виноваты. А правда, как мне кажется, в том, что проблемы для людей на самом деле никому не интересны. Не только у вас, это вообще. Именно проблемы. Именно сами по себе проблемы не интересны. Про них скучно слышать. Куда интереснее, живее, веселее, более ресурсно то, что с вами происходит, когда человек сталкивается с проблемами. Как он их решает? Как он на них реагирует? Да? Вот что интересно. И вот то, что вы говорите, что вот меня никто не слушает, а легко заменяет, поэтому и закроется все. Ну, это ваш путь. Вы в глубине души решили закрыться. Вам только нужно разрешение. Вам нужно разрешение для того, чтобы закрыться. И тут, кто ищет это разрешение, то есть его, конечно, найдешь. Как найдете его вы. Объясняю себе то, что вот я за всех буду закрыта, потому что, ну вот, я легко замену, мне никому не нужна. А как бы, ну, по факту посмотреть, нужны-то ведь люди друг другу не проблемами. Нужны-то, люди друг другу всем своими интересами, в первую очередь. Вот. Собой. Тем, что они делают. Чем они стремятся. И уже на фоне этого, проблемы, как бы, вызывают эмпатер. А человек, в лице которого видны только проблемы, при условии, что ничего общего нет. Ну, это вызывает жалость. Это вызывает желание отстраниться. Вот. Что, в принципе, совершенно нормально. И, повторюсь, у вас здесь история даже не про то, что вы одиноки и что вы легко заменяемы, а про то, что вы сами так и все о себе думаете и ищете подтверждение этому. Понимаете? Какая штука. Что касается денег, то откуда вы взяли сумму 2К? Я, например, и какие-то коллеги, как бы, меньше имеем расценки. Вот. Поэтому вы можете подобрать себе такую сумму, которая вам комфортно. На сайте, например. Вот. Усё. Есть те, кто может вас и проконсультировать из-за, там, семьсот, шестьсот рублей. Такие есть. Особенно, если это вот, ну, как бы, люди, которые, ну, так всегда оценивают. Другой вопрос стоит ли к таким людям идти? Тоже другой вопрос. Понимаете? Ну, это совершенно правило в том, что последние деньги отдавать на психотерапию нельзя. Вот. Психотерапия это в какой-то степени роскошь. И поэтому важно подобрать оптимальный вариант. Вот. Оптимальный вариант с учетом ваших возможностей. Понимаете? Вот. Как-то так. Я думаю. А. А. Вот. То, как вы пишете про угон, то, что вы закрыли, да? Чувствуете свое одиночество. А. 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 У вас, вероятно, есть опыт отвержения, болезненный опыт отвержения, это первое, и как следствие этого отвержения, как следствие, вы чувствуете себя одиноко, вот, как следствие. Потому что, у вас, меня отвергли, да, значит, я одинок, к примеру, как бы, именно потому, что меня отвергли, именно потому, что меня отвергли, я одинок. Ну, правда в том, что это, ну, как бы, не совсем так. То есть, ну, правда в том, что вы вроде бы сидите, да, в контрол, с, ну, другими людьми, ну, вроде, идете в кофе, идете в кофе, идете в кофе, контрол. Вот. А, по факту, по факту, вы принимаете за сифру монету, как мне кажется, то, что вам, вот, другие люди говорят. То есть, вам бы, какие-то границы провести между собой и другими и другими людьми, что, вот, есть я, вот, вот они, да. Вот, там, словно говоря, моя позиция, вот их позиция. Да? Как бы. А, то вот так вот, получается, несколько деструктивно, как мне кажется. Вот. Вот. Поэтому тоже, в принципе, может вот вас научить психолог. Вот. Понимаете, да? О чем я говорю? Вот. Вот. Как-то так. Но, повторюсь, если у вас депрессия эндогены, да, то есть в результате химия, то вам, конечно, нужно лечение. Потому что, ну, депрессия – это заболевание. Вот оно. Ну, обычное заболевание такое же, как любое другое, когда химия нарушается, вот. Поэтому, ну, ну, относиться, да, к нему, вот. В данном случае, ну, нужно, так же как вот, к заболеваниям любой. Вы, в данном случае, на мой взгляд, совершаете некоторую ошибку, когда говорите о том, что, ну, как бы, там, без, да, ну, без таблеток, без длительной троп-троп-троп-тропы, вот это, ну, как бы, довольно маловероятно, потому что, ну, как бы, привыкли бы, так, шить, вот, вы привыкли, так же, так же долго, и вы уже имеете выигры, а от этого выигры вам не так просто отказаться, вот, поэтому отсюда сопротивление, вот отсюда, вот это все, понимаете? На этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь, помимо ответ, что позволит вам начать работу над собой, желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok